Чуварская митрополия Чуварская митрополия Долгие годы здесь было место страданий. В исправительно-трудовой колонии томились мученики за веру. Сюда ссылали тех, кто не отрекся от Христа, не отказался от сана, не отдал иконы из дома, встал на защиту своего храма. Десятки тысяч узников лежат в этой земле. Среди них около ста священников, более 150 церковных служителей. Приходские священники окрестных сел, монахи и монахини, многие были в преклонном возрасте. Как врагов власти их осуждали на 5-10 лет исправительных лагерей, обрекая на непосильный труд. Те, кого не расстреляли, умирали на лесоразработках от слабости, болезней и голода. Имена большинства не установлены, но известно, что четверо из них прославлены как новомученькие исповедники российские. Схи-архимандрит Игнатий Лебедев, томившийся здесь с середины 30-х годов, основал несколько тайных монашеских общин. Они продолжали совершать свой монашеский подвиг в те труднейшие для православных времена. В Первомайской колонии от непосильного труда и голода скончалась последняя игуменья Чебоксарского спасо-преображенского женского монастыря, преподобная мученица Тамара Сатси. Ей было в то время 66 лет. Прославленного святых священомоченький Дмитрий Воскресенский, умерший в колонии в возрасте 69 лет, Михаил Самсонов, протеерей, которому было в год кончины 75. Останки всех четверых святых находятся здесь, но обрести их мощи пока не представляется возможным. Кладбище в Первомайском лесу становится местом паломничества. Верующие со всех концов Чувашии и России приезжают сюда поклониться праху невинных жертв и попросить у них молитвенной помощи. Песня «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» Здесь, под открытым небом, как в древние христианские времена, служат божественную литургию на костях мучеников. Общую молитву возглавляет глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский Чувашский Саватий. Впервые он служил здесь панихиду еще до того, как уехал в Бурятию. Освечал поклонный крест у дороги и тропы, ведущие на безымянное кладбище. Крест и сейчас стоит здесь. Рядом возводится часовня. В 2013 году на месте массового захоронения в Первомайском впервые служили соборную литургию. Ее возглавлял митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Выходец из рода мучеников за веру, сам претерпевший гонения, он трепетно относился к этому богослужению. За ним в Первомайске ехала вся его многотысячная паства. С тех пор традиция нарушалась лишь однажды, в ковидный 2020 год. Призри с небесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди, и Его же насади, десница Твоя. В этом году литургия вновь вернулась на землю мучеников. Вместе с митрополитом Саватем ее совершали епископы Аллаторский Порецкий Федор и канажский Янтиковский Стефан. Молились священнослужители и паломники со всей республики. Уникальный певческий коллектив сопровождал общую молитву. Пел сводный детский хор Чувашской митрополии. В молитве участники этого богослужения обращались к тем, кто совершил свой подвиг, отдал жизнь за веру на Чувашской земле. Пример каждого из земляков-новомучеников, которых поминают сегодня, дорог и важен. Один из священников города Латаря, отец Александр, был приговорен к расстрелу. Его повели два красноармейца, А батюшка идет и поет пасхальный канон. В воскресенье день. Просветимся любви. Пасха. Господня Пасха. Нам воссия. И вот эти два красноармейца, которых когда-то крестили, приводили в храм причащаться, они почувствовали угрызение совести и сказали, батюшка, давай мы тебя отпустим, стрельнем в воздух, а ты беги. А он им ответил. Нет. Вам дан приказ, вы должны его исполнить. Иначе вы будете обманщиками. А это грех. Вы представьте себе, это же были, по большому счету, наши земляки, может, дальние родственники, если покопаться получше, они жили на нашей земле. Они, они были простыми людьми, может быть, даже. А сколько, с каких мы еще не знаем, которые здесь лежат и умучены. Сколько мы еще таких не знаем. Ведь святых церковь прославляет для нашего, для нашего, для нашего назидания. Для того, чтобы мы брали пример с них. Сколько святых находится на небесах, предстоят пред престолом Божиим и славят Бога, а мы о них не знаем. И я уверен, что значительно больше было людей, которые страдали за Христа. Значительно больше. Сотни верующих собираются в Чувашском Бутово в этот день. Приезжают сюда родственники погибших в Первомайской колонии. Немало и тех, кого приводят сюда осознание трагизма этой страницы истории России. Стоя фактически на могилах, ведь ни одного холмика не сохранилось, все осознают, место это святое. На самом деле место-то здесь необычное. И тот грех, который сегодня, наверное, даже еще свершается по отношению к тем, чей прах покоится в земле Аллатрской. Наверное, не дает нам покоя всем. Сегодня даже эта дорога, по которой ходит транспорт, она практически построена на костях. Мы должны сделать все, чтобы восстановить, сохранить имена. Я понимаю, что, наверное, это непросто сделать. На это уйдет много времени. Но мы это должны и обязаны делать. Я сегодня, если хотите, здесь, потому что это веление моей души, веление моего сердца. Я глубоко потрясен, я глубоко тронут, я искренне благодарен тем, кто все это организовал, кто все это сохраняет и продолжает. И, конечно же, я считаю, что это важно и для поминовения тех, кто упокоен в этой земле. Это очень важно для нас, для тех, кто призван, не допустить повторения этих страшных, трагичных событий в истории, многострадальной истории нашей Родины. Это важнейшее событие для республики, это важнейшее событие для всей нашей страны. Вечная память. Мы поэтому с вами здесь и собрались для того, чтобы помолиться им, нашим с вами землякам, чтобы они за нас помолились. Почему мы почитаем святых? Потому что веруем, что для Бога нет ни живых, ни мертвых, но все живы. Поэтому мы просто знаем, что есть часть церкви, которая называется церковь воинствующая, которая живет здесь, на земле, а есть церковь торжествующая, которая уже предстоит быть пристом Божием в Царстве Его и молится. И вот связь с ними у нас остается. Она никуда не делась. Мы молимся за наших родственников и таким образом поддерживаем нашу связь с ними. А они молятся за нас, потому что перед Богом предстоят. На месте кладбища постепенно сооружается мемориал. Огромный крест у дороги и сень, который служит алтарем, видны страсцы, проходящие через кладбище. В самом поселке Первомайский, как искупительная жертва, возведен храм, освященный в честь царственных страстотерпцев. Это место должно стать памятником историко-культурного наследия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова